Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале с готовыми схемами заработка 100секретов.рф и сегодня мы продолжаем знакомиться с новыми и самыми оригинальными идеями заработка и инвестиций. Недавно мне попалось интересное видео. В видеообзоре бизнесмен рассказывает о своем личном опыте. Буквально за один месяц он сумел провернуть сделку, которая принесла ему чистого дохода более 5000 евро, и он инвестировал в лес. Как инвестировать в лес, давайте разберем по порядку. Когда речь заходит об инвестиции за рубежом, обычно люди подразумевают инвестицию в какой-то готовый бизнес. Это может быть магазин, это может быть прачечная, это может быть инвестиция в недвижимость, допустим, покупка квартиры или дома с последующей сдачей в аренду. Но есть такой вариант приобретения недвижимости, как приобретение природных ресурсов. Например, можно купить лес или озеро. В данном случае бизнесмен купил лес. Но особенность этой сделки в том, что за недвижимость, за дом, за квартиру, например, в Финляндии, нужно платить налоги. Лес, как природный ресурс, он освобожден от необходимости ежегодной уплаты налогов. Все, за что должен платить владелец леса, это процент с дохода, который он получает. Например, если он каким-то образом начинает эксплуатировать природный ресурс, то есть вырубает лес, продает его, он должен платить налог с продажи. Ниже под видео я оставляю ссылку на вот это вот видео с Ютуба. Вы можете посмотреть его. Кратко расскажу суть этой истории. Бизнесмен нашел на торгах в Финляндии участок земли, больше 30 гектар, из которых 15 гектар занимал вполне приемлемый лес. Поторговался, купил за 15 тысяч евро этот лес. Также с этим лесом более 15 гектар иные земли, которые не относятся к лесу. Это подлесок, это болото, заболоченная территория. Ну, в общем-то, 15 гектар чистого леса. Какую прибыль он может получить с данного леса? Во-первых, по закону Финляндии можно вырубать лес. Один куб леса стоит 60 евро. В общем-то, цена выше, допустим, российской цены. Второе. Лес можно эксплуатировать другим способом. Ну и самое главное, если вы купили квартиру, дом, она может расти в цене, а может не расти в цене. Ну, будет зависеть от того, в каком городе, в каком районе вы купили. Если город растущий, то квартира вырастет в цене. Если город, который уже достиг своего предела, то со временем здание может разрушаться, и цена будет падать. С лесом все немножко по-другому. Дело в том, что у леса есть такой показатель, как ежемесячный прирост. То есть, лес прирастает, растут новые деревья, старые деревья становятся выше, толще, и идет прирост биомассы. Таким образом, происходит увеличение вашего актива. Так вот, не вдаваясь в детали, я скажу, что бизнесмен посчитал, и он пришел к выводу, здесь он все рассказывает, в общем-то, что реально достичь цели, возможно, даже без дополнительных инвестиций, к пенсии 100 гектар леса. То есть, он может вполне за 30-40 лет увеличить вот этот актив, купленный 30 гектар земли, он может увеличить, например, в 3-4 раза, просто реинвестируя. Как? Каким образом? И каким образом эта сделка сразу вышла в плюс? Дело в том, что 15 тысяч евро стоила покупка вот этого участка земли с лесом. Далее, там порядка полутора тысяч евро обошлось оформление, получение документов, вот он в руках держит документы на свой участок, и страховка в год около 100 евро за этот участок, ну, на случай, допустим, каких-то лесных пожаров, стихийных бедствий и так далее, которые оплатят и скомпенсируют, если там будет, например, ураган и повалит половина леса. Так вот, расход составил порядка 16 тысяч евро. Когда ему обсчитали стоимость актива, то есть стоимость деревьев, кубатуры, с учетом даже вырубки и последующим вложением в лесопосадки, получается, что стоимость вот этого леса превышает 23-25 тысяч евро. То есть это выгодное вложение, и с момента покупки, который длился там недолго, может быть, там не более месяца, капитализация превысила вот эти 5 тысяч евро. То есть это чистый доход. Какие факторы нужно учитывать при инвестиции в лес? Ну, я думаю, что Финляндия – это уникальный вариант, потому что лес, за который вам не нужно платить налоги. То есть эти налоги не будут съедать у вас, в общем-то, рост вашего дохода. Второе. Лес имеет темпы роста. Здесь отображен график. Ну, чтобы понимать, в начале роста дерева незначительно прирастает по биомассе. Есть период максимального роста, есть период стагнации, когда рост замедляется. Так вот, деревья северных стран, мы будем разбирать сосну в частности, потому что там на видео есть сосна. Сосна в северных странах, она набирает максимальные темпы роста к возрасту от 70 лет. 70-100 лет. Возраст сосны, когда идет максимальный прирост биомассы. Покупать молодой лес не очень выгодно. На снимке, в видео видно, что лесу 20, 15, не более 30 лет. То есть, это молодой лес. Молодой лес, имеющий умеренный темп прироста, о чем, в общем-то, автор видео и честно говорит о том, что там прирост леса небольшой. То есть, дивиденды в этом бизнесе максимальные можно получать только, когда у вас зрелый лес. Возраст леса имеет значение. Второй момент. Это то, что лес можно сразу сдать на корню. То есть, на корню он стоит 60 евро за куб. Его можно сдать, его вырубят. И можно еще доплатить или договориться. И вам засадят лесопосадками. Но лес с посадок будет более слабый. Он будет более слабый, потому что естественный лес, естественное лесообразование – это такое явление, когда деревья выживают, конкурируют, и они вынуждены расти в очень агрессивной среде. Из десятка тысяч семян прорастает одно. Поэтому это остаются только самые сильные деревья. В лесопосадках все немножко иначе. То есть, леса с посадок медленнее растут, медленнее набирают рост. Там больше деревьев гибнет в дальнейшем. Причем гибнут они в возрасте 15-20 лет. И все это надо учитывать. И эти деревья чаще болеют. Есть свои минусы посадок. То есть, можно, конечно, быстро сделать кэш с такой схемы. То есть, сделать вырубку, засадить свежим лесом. Но когда он подрастет, возможно, к следующему поколению. Вашим детям только достанется или внукам. Поэтому, конечно, выгоднее развивать тот лес, который у вас уже есть. И получать с него пусть небольшой, но регулярный доход. Или делать ограниченные вырубки. Теперь по доходности. Калькулятор сложного процента можно здесь в обратную посчитать. За 30 лет сосновый лес может удваивать биомассу. И здесь процент годового прироста составляет около 3%. То есть, 3%. От 2 до 4% годовой прирост. И это сравнимо с вкладом в Европейский банк. Это немного. Но надо понимать, что если в этом году цена куба леса 60 евро, то через 30 лет он будет стоить не 60 евро. Каждый год вырубается массовое количество леса. И цена на дерево растет. Может быть, через 30 лет куб дерева будет стоить в Финляндии уже не 60 евро, а 560 евро. И в этом плане выгодно сохранять лес. То есть, в общем-то, вы имеете такой реальный актив, который не будет подвержен ни кризисам, ни каким-то инфляциям, дефляциям. То есть, это реальный актив, который будет приносить всегда постоянный доход. В этом особенность инвестиций. Второе. Вы получаете, так скажем, недвижимость за рубежом, которая дает определенные плюсы. Например, возможность получения вида на жительство, визовые различные дела. И это тоже большой плюс. Ну и вот 3% годовых. Ну, для тех, кому кажется, что это мало, я могу сказать, что на самом-то деле купил человек лес за 15 тысяч евро. Цена такого автомобиля среднего класса. Для многих это какая-то покупка в кредит, какой-то бессмысленный абсолютно способ потратить деньги. Ну, вот я знаю семью, которая просто на свадебное путешествие потратила примерно такую сумму денег. Вот, чтобы сделать фотографии, в Инстаграм разместить их. И сделали они это в кредит. То есть, они уже не первый год отдают кредит за свадебное путешествие. То есть, здесь надо подумать, может быть, эти деньги у вас уже есть, или вы их нерационально тратите. Хороший вариант, но подойдет он не для всех. Что делать, если у вас нет, допустим, такой суммы, чтобы купить лес, если вам это не интересно. Но есть другой способ. Это приобретение акций у брокера. Можно купить зарубежные акции, которые, во-первых, привязаны к курсу доллара. То есть, доллар сейчас растет в цене. И акции, они растут еще и за счет роста курса доллара. То есть, курс доллара подрастает и растут акции. Но у них естественный потенциал роста 48%. Это акции информационных технологий Facebook, Google, площадка Alibaba. Но если вы покупаете товары на Алиэкспресс, вы знаете, как эта площадка растет, развивается, растут продажи. Ну, вот 48% потенциал роста в год. Плюс не все. Это только рост цены акции, а есть еще и дивиденды. У брокера покупать акции безопасно, в отличие от различных инвестиционных компаний. Потому что брокер их страхует, они привязываются к вашему счету. То есть, с брокером что-то случилось, ваши акции останутся у вас. И брокер имеет лицензию банка, которая стоит очень-очень, поверьте, дорого. То есть, это официальная компания, имеющая юридический адрес, телефон. Можно позвонить, можно даже приехать по этому адресу. Ну, и вот можно покупать акции информационных технологий. Они более прибыльны, чем покупка реальных активов, чем покупка, например, леса. Но надо понимать также, что лес останется даже тогда, когда не будет интернета. И он будет стоить всегда каких-то денег. Ну, такие вот компании. Если вам интересно, я оставляю ссылку на магазин акций, которым я лично пользуюсь. Хороший магазин. Можно в один клик купить любую акцию и получать проценты от ее роста. Иногда очень хорошие проценты, почти 50 или 70 процентов в год. Плюс дивиденды. По некоторым акциям дивиденды приходят раз в год, по некоторым раз в три месяца. Есть акции, где дивиденды выплачиваются чаще. В общем-то, это выгодный способ инвестиций. Можно начать вкладывать хоть с тысячи рублей. Можно купить конкретно акцию. Она будет закреплена за вами. И Google будет расти. И вы будете получать с этого свою долю дохода. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Обязательно нажмите поделиться. Расскажите друзьям об этом видео. Возможно, кто-то из них захочет инвестировать в лес. И мы вместе сохраним часть дикой природы будущим поколениям. Потому что лес с хозяином всегда лучше, чем лес, который не имеет хозяина, который разграбляется, выпиливается и который потом превращается в пустыню. Лучше, когда у леса есть хозяин, который хотя бы считает, какой доход принесет этот лес. И который думает, как этот доход увеличить. Как посадить больше деревьев, как запустить туризм, может быть, как создать дикий уголок природы для людей, которые будут и сейчас, и в будущем посещать этот лес. На этом все. Ставьте лайк. Подпишитесь на наш канал. И нажмите колокольчик. Так вы не пропустите ни одну новую схему и идею. Под этим видео я оставляю ссылку на видео для тех, кто хочет посмотреть конкретный пример того, как предприниматель купил участок леса в Финляндии и заработал на сделке более 5000 евро. И я оставляю ссылочку на магазин акций. Возможно, вас заинтересует какая-то акция. Там, кстати, есть и эко-компании, которые занимаются альтернативной энергетикой, солнечной энергетикой, заботятся о природе, либо вкладывают в развитие экосистемы будущего. Каждый найдет для себя какую-то идею, которую захочет проспонсировать, или просто найдет выгодную акцию, на которой можно заработать деньги. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. 100секретов.рф